В минувшую субботу старт субботника начался по-особенному. Представители Белпрофмаш возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и почтили память солдат погибших во время военных действий в Афганистане. Перед тем, как актив областной организации профсоюза работников Белпрофмаш приступил к благоустройству лесопарковых зон областного центра в парке воинов-интернационалистов с участием представителей московской администрации был открыт арт-объект в виде лавочки, которая сделала данное место еще более красивым и комфортным. Одна из составляющих – это, конечно же, создание уюта и благоприятных условий для отдыха горожанам и, конечно же, нашим членам профсоюза. Символично, что мы именно здесь устанавливаем сегодня наш арт-объект рядом с уже имеющимися творческими, скажу так, композициями наших промышленных предприятий. И, конечно же, я считаю, что символизм в том, что мы устанавливаем рядом с нашими промышленными предприятиями в свой объект в связи с тем, что мы имеем достаточно высокий уровень социального партнерства с нашими коллегами, с нанимателями. И я считаю, что в решении различных сложных ситуаций, которые будут возникать, безусловно, мы будем поддерживать друг друга и работать на благо человека труда и наших коллективов. Субботник – дело интересное, когда совместное. И, как показывает количество участвующих в нем, бескорыстно поработать вместе на благо своего предприятия. Города ежегодно откликается все больше людей. Порядка 50 человек трудились в лесном массиве рядом с областной клинической больницей. Мы уже тут четвертый или пятый раз. И фактически, как можно видеть, мы уже немножко облагоустроили, облагородили лес. Уже просвечивается, в принципе, и дорога трасса М1. Соответственно, уборка еще произведена не до конца, вывоз веток и деревьев. Но уже просматривается то, что с помощью предприятий, организаций, просто людей города Бреста. Фронт работ большой, уборка лесного массива, но общий труд объединяет. Работа спорится. Подобного рода экологические акции всегда актуальны. Активная деятельность в этом направлении должна быть не просто нормой, а привычкой каждого человека. Самое главное – это навести порядок, потому что все-таки Беларусь ассоциируется с тем, что это очень чистая и красивая страна. Тем более, это город Брест. Мы все видим, как здесь у нас красиво, чистенько, и поэтому это необходимо – продолжать очищать наш город. А совместный труд всегда сплачивает коллектив. Все собираются, общаются, находятся общие темы. Напомним, что республиканский субботник пройдет уже на этой неделе, 20 апреля. Собранные на нем средства пойдут на финансирование проектов по реконструкции мемориальных комплексов, а также на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости с возможностью использования этих средств в 2024-2026 годах. К субботнику может присоединиться любой неравнодушный, кто хочет сделать наш город еще более чистым, зеленым и благоустроенным.